МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капель получила звание образцового коллектива. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Алексей Островский посетил производственные площадки двух инвестиционных проектов, реализуемых на территории нашего региона при поддержке областных властей. В Красненском районе развернулось предприятие БПК, которое занимается производством соков и нектаров. На второй площадке производится мебель. Фабрика располагается в Смоленском районе. 25 мая сапёры пожарно-спасательного центра уничтожили целый арсенал боеприпасов военных времён. В общей сложности 388 взрывоопасных предметов. Все находки были сделаны в Гагаринском районе. Напомним, что единый номер вызова экстренных служб – 112. В четверг состоялось заседание Депутатской комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности и по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии. Какие вопросы рассматривались и сколько вынесено на сессию – смотрите в нашем сюжете. На повестке дня комиссии стояли семь вопросов. Два из них были посвящены положению об отчёте главы муниципального образования о результатах его деятельности за 2015 год. На сессии депутаты будут принимать решения о внесении изменений в положение об отчёте главы и деятельности администрации. Также на сессию будут вынесены вопросы об исполнении бюджета за 2015 год и внесении изменений в бюджет этого года. На очередной сессии Горсовета будут пересмотрены правила землепользования и застройки Десногорска. Это основные вопросы, которые комиссия решила вынести на 27-ю очередную сессию Городского совета. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз охотничьих трофеев белорусского происхождения. Почти тонна рогов лосей следовало без необходимых ветеринарных документов. В связи с выявленными нарушениями решено было вернуть груз отправителю. Продолжаем тему. С начала года в нашей области незаконно убиты уже 33 лося. Вот печальная статистика. В Гагаринском районе убито 8 лосей. Сафоновский и Вяземский районы по 5 лосей, но в последнем еще застрелили и оленя. Третье место у Красненского района – 3 лося с начала года. У браконьеров изъято 11 единиц незарегистрированного оружия и 53 единицы других запрещенных правилами охоты орудий. В преддверии купального сезона, который официально открывается 1 июня, на городском пляже Десногорска состоялось выездное заседание КЧС. Какие выводы о готовности пляжа сделали члены комиссии? Смотрите в нашем сюжете. Для безопасного отдыха на воде во время купального сезона выполнено все необходимое. Городские службы провели огромную работу по подготовке территории пляжа. Были выполнены работы по техническому обслуживанию электрооборудования, замена ламп освещения, был завезен песок, имеющий все необходимые сертификаты и требуемые разрешительные документы. Выполнена уборка территории пляжа, покос травы, вырубка деревьев и наведение общего вида, чтобы наши граждане, жители нашего города чувствовали себя на нашем пляже комфортно. Члены комиссии напомнили горожанам о правилах поведения на пляже. После приема пляжа данное место будет считаться общественным местом. И распитие спиртных напитков, курение в данном месте запрещено. Выставлены будут дополнительные патрули по обеспечению охраны общественного порядка на пляже, потому что собирается массовое скопление народу. И не забывайте, что с вами дети. Управлением по делам ГОИЧС организована работа спасательного поста. Все сделалось с душой, все хорошо. Единственная просьба у меня, вот опять же, сейчас пляж сделали все, все городские службы поработали хорошо. Но через время, понимаете, вот отдыхают, с одеяло стряхнули, все и пошли. Здесь много вот под мусор все сделали, как вы видите, все чистенько, раздевалочки, все красиво. Вот так, если мы закончим сезон, это будет хорошо. Специалисты ФМБА подтвердили лабораторными исследованиями соответствие качества воды и песка установленным нормам. Хорошие новости из культурной жизни Десногорска. Коллектив «Вольная станица» городского центра досуга занял второе место на пятом международном фестивале казачьей песни, который прошел в Вязьме. Еще три коллектива ГЦД приняли участие в галоконцерте хореографического искусства «Ритмы века». Образцовый коллектив «Форсаж» стал лауреатом первой степени. Образцовые коллективы «Каприз» и «Модерн» – лауреаты второй степени. С 1995 года в нашей стране ежегодно 27 мая отмечают Общероссийский день библиотек. Это праздник эрудиции и интеллекта, праздник каждого из нас. В этот день сотрудники Десногорских библиотек собрались на праздничное заседание клуба «Библиотекарь». Как оно прошло, смотрите в нашем следующем сюжете. Официально эта дата приурочена ко дню основания в 1795 году Первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. В Десногорске две центральные библиотеки и четыре школьных. Свой профессиональный праздник библиотекари нашего города отметили заседанием клуба «Библиотекарь». Они назвали его «Библиотекарь и кино», тем самым связав две важные темы года и дня. Центральная взрослая библиотека познакомила коллег с выставкой «Откровением. Что читают библиотекари?» И Раиса Волчкова рассказала, какие мероприятия они организовали и провели в прошлом году. Детская библиотека провела для членов клуба сеанс кинотерапии «Библиотека и библиотекарь в кинематографе». Татьяна Линовицкая рассказала об экранизации книги Лоис Лоури «Дающий», которая признана самой заметной книгой для детей прошлого 20-летия. Обе презентации были связаны с классикой российского кино или с новинками современного мирового кинематографа. Особый интерес вызвала выставка «Гербовник библиотечный», на которую работники взрослой библиотеки поместили свои фото, информацию о значении и происхождении фамилии каждого и книги знаменитых однофамильцев. И даже это небольшое клубное мероприятие еще раз подчеркнуло, что творческие и талантливые люди работают в библиотеках нашего города. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничники, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. По традиции в этот день все служившие в погранвойсках надевают форму и обязательно зеленую фуражку. Также традиционно поднимают тост за тех, кто в наряде, или, как говорят, за тех, кто с 20. В 8 вечера на всех заставах страны пограничники заступают в наряды и начинаются пограничные сутки. Фестиваль «Многонациональная семья Смоленской области» собрал несколько поколений от самых маленьких правнуков до уже пожилых бабушек и дедушек. Участниками первого фестиваля стали 26 семей. Зрители фестиваля познакомились с его участниками с помощью видеозарисовок, а затем увидели и творческие номера в исполнении многонациональных семей. 25 мая в городском центре «Досуга» состоялся отчетный концерт вокального коллектива «Копель» руководитель Ирина Прудникова. Своё выступление детский вокальный коллектив «Копель» посвятил тем, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни за наше счастливое настоящее. Тем, кто дал нам возможность жить, учиться, любить, дружить и творить. Кроме зрителей, на концерте присутствовали члены комиссии «Смоленска» Галина Климова, заведующая отделом народного творчества Смоленского областного центра, и Марина Макеенкова, ведущий методист этого же центра по вокально-хоровому жанру. Они приехали специально для присвоения детскому ансамблю «Копель» звания образцового самодеятельного коллектива. Детки очень хорошие, все очень сценичные. Они большие молодцы. Здесь, конечно, очень хорошо постарался руководитель. Через 2-3 недели приказом областного департамента детскому вокальному коллективу «Копель» городского центра «Досуга» будет присвоено звание образцовой. И в заключении новости спорта. В Десногорске есть выпускники, которым Министерство спорта присвоило золотой значок ГТО. Вручение значков и награждения пройдет в начале июня в Смоленске. С начала следующего учебного года начнется основная работа по сдаче норм ГТО школьниками. А с 2017 года это сможет сделать любой желающий, зарегистрировавшись на сайте. На ФОКе уже создан специальный центр по принятию норм ГТО. 29 мая в спортивной школе Десногорска пройдет первый в России открытый турнир по Хайдонг-Гумдо. Ожидается приезд около 50 участников из Москвы, Подмосковья, Смоленска и Рославля. Организаторы турнира Федерация Хайдонг-Гумдо России и администрация Смоленской АЭС приглашают болельщиков поддержать наших спортсменов. Начало соревнований в 12 часов. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Хороших вам выходных. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова